Мы часто слишком просто относимся к собственному телу. Однако лишь при сильной нагрузке мы можем понять, насколько оно невероятное. Тело — это биологическая машина, которая формировалась в процессе эволюции миллионы лет. Но мы до сих пор не знаем о многом из того, что происходит внутри нас. Раньше это был невидимый мир, но теперь мы можем увидеть его в трёх измерениях. Ощущения делают нас открытыми миру. Благодаря им мы видим, слышим и осязаем то, что происходит вокруг нас. Эта способность хранится под кожей, где миллионы мельчайших датчиков сообщают нам об окружающей обстановке. 72 километра нервных волокон позволяют нам с невероятной скоростью отвечать на раздражители и на опасность. Когда на нас нападают, то именно они становятся первой линией обороны. Благодаря ощущениям мы можем делать невероятные вещи, а на грани возможного они способны спасти нам жизнь. Тело человека — грани возможного. Осязание. В самом сердце шторма пилоту необходимо управлять семитонным вертолётом с невероятной точностью. Эта задача требует безошибочной работы и его системы ощущений. Береговая охрана заметила двух мальчиков, находящихся в смертельной опасности. Сильные потоки на берегу штата Орегон отрезали их от берега, а волны становятся всё выше. Мы были примерно в 600 метрах от берега и почти полчаса доплывали до той скалы. Я очень устал и думал, что у меня не хватит силы, и я утону. Еле-еле доплыло до той скалы. Их единственной надеждой на спасение был вертолёт. 9 миллионов долларов современных технологий. Но при таком сильном ветре важен не столько сам вертолёт, сколько гораздо более сложный механизм, стоящий из полумиллиона микродатчиков и подключённый к самому совершенному коммуникационному устройству в мире. И находится этот механизм внутри пилота. Каждый из нас оснащён целым арсеналом невероятных устройств. Например, у нас есть рецепторы, рецепторы прикосновения, которые могут сфиксировать даже взмах крыла мухи. Пилот Мэг Гринвич должен будет полностью положиться на свои рецепторы, чтобы спасти мальчика. Ветер дул со скоростью примерно 60 километров в час, а вокруг были скалы. Я был напряжён до предела. На каждом квадратном сантиметре кожи расположены 100 рецепторов прикосновения. Те, что расположены ближе к поверхности кожи, чувствуют даже самые слабые колебания. Другие, которые находятся глубже, распознают лишь продолжительное и сильное воздействие. Они посылают сигналы в мозг Мэта посредством нервной сети. За доли секунды мозг даёт указания двигательным нервам, обеспечивая точные движения рук, которые лежат на штурвале. Каждая рука управляется четырьмя тысячами нервов, которые помогают пилоту ровно держать вертолёт над скалами. В то же самое время другие рецепторы продолжают снабжать Мэта информацией. Он должен следить за десятком приборов в кабине и за горизонтом. Кроме того, ему нужно слушать сообщения остальных членов команды о том, что происходит внизу. При этом рецепторная система Мэта должна вычислять и сопоставлять высоту, скорость и положение вертолёта. Этого не смог бы сделать ни один компьютер в мире. Немного назад. Хорошо, уже почти там. Сейчас не существует автономного механизма, который мог бы одновременно совершать такое разнообразие действий, оценивая при этом возможные последствия каждого из них. Аккуратно. 30 направо и 15 вперёд. Зависни. Скорость сигналов, которые идут по нервам Мэта, играет важнейшую роль. Отлично, молодец. Именно благодаря скорости реакции пилота спасатель не разбивается о скалы. Всё, зависни, стой. Посмотрите, как необычно устроена нервная система, которая позволяет нам быстро реагировать на раздражители. Нервы состоят из тонких клеток, длина которых достигает 90 сантиметров. По ним электрический импульс идёт к мозгу. Ключевые нервы окружены жировой прослойкой, которая выполняет функции изоляции. Именно этот жировой слой не позволяет разным сигналам пересекаться, благодаря чему они движутся по телу со скоростью до 400 километров в час. Немного назад и влево. Назад и влево. Плавно. Спасатель находится в опасной близости к скалам. Наступает самая сложная часть операции. Нервы Мэтта работают так быстро, а его руки управляют батолётом так точно, что он может производить мельчайшие движения, даже не задумываясь об этом. Он полагается на инстинкт, который зависит от очень быстрого восприятия действительности. Каждый из нас делает подобные вещи каждый день. Мы играем на музыкальных инструментах, рисуем и даже спасаем жизни. Вертолёт уже над пострадавшим. Зависи с ним. Отлично. Молодец. Они рисковали своей жизнью, чтобы спасти меня, и у них всё получилось. Если бы не они, то я бы сейчас не разговаривал с вами. Этот лес рецепторов прикосновения позволяет нам мгновенно реагировать на всё, что происходит вокруг нас. Однако они распределены по гоже неравномерно. В наших руках в сто раз больше рецепторов, чем на задней части ног. Они располагаются там, где больше нужны. Если бы размер соответствовал количеству чувствительных точек, то мы бы выглядели примерно так. Губы и язык были бы в два раза больше, как и руки, пальцы и стоп. Рецепторов тепла больше всего на кончиках пальцев, на носу и локтях. Они играют важнейшую роль. На грани возможного они могут спасти нам жизнь. Каждую секунду нервы доставляют в мозг разнообразные ощущения. Мы не осознаем этого, но эти сигналы управляют нашим телом. Когда жарко, рецепторы и нервы совместно обеспечивают наше выживание. Температура в австралийской пустыне может достигать 54 градусов. Не самое лучшее место для аварии. Но она уже произошла у Мэтта Макгоу и его дочери Шеннон. Они находятся в 160 километрах от ближайшего населенного пункта. Жара такая сильная, что если положить на камень кусок говядины, то он поджарится за 4 часа. Однако Мэттью и Шеннон находятся здесь уже 8 суток, и они до сих пор живы. Спустя мгновение после поломки пикапа, их тела приступают к работе по поддержанию средней температуры в 37 градусов. Это возможно благодаря тысячам мельчайших рецепторов тепла, которые провоцируют работу процесса охлаждения. Когда кожа нагревается выше 33 градусов, рецепторы сигнализируют мозгу об этом. Центральный термостат использует окружающие нервы, чтобы запустить процесс охлаждения. Через час они уже обильно потеют, ведь потоотделение — это самый эффективный способ охлаждения тела. Под нашей кожей находятся миллионы мельчайших потовых желез. При нагревании кровеносные сосуды расширяются, и кровь вместе с теплом оказывается ближе к поверхности кожи. Потовые железы выделяют крови в воду и выносят ее на поверхность. При ее испарении температура тела понижает. По обычных условиях мы выделяем около литра пота в день. Но в экстремальной ситуации этот объем сильно увеличивается. Этот мужчина при беге выделяет огромное количество тепла. Кроме того, в это же время увеличивается температура в комнате. Вырабатываемый пот, который испаряется с поверхности кожи, позволяет телу избавляться от тепла, который накапливается в результате физических нагрузок. Сейчас мы видим, что выработка пота перестала увеличиваться, значит, потоотделение достигло своего пика. Припун уже достиг порога потоотделения в 2 литра в час. Но вода не берется из ниоткуда. Человеческое тело на 75% состоит из воды. Каждому из органов нужна определенная часть воды, чтобы выжить. В обычных условиях, если мы не испытываем жажду, то воды хватает и на охлаждение. Но через 4 дня пребывания в австралийской пустыне у Мэтью и Шэннона заканчивается вода. Обезвоживание организма всего на 3% может вызвать судороги, головную боль и дезориентацию. Из-за недостатка воды у них начинаются галлюцинации. Сама жара шутит над тобой, над твоим сознанием. Невероятно трудно сосредоточиться на задачи выживания, на починке пикапа и на всем остальном. Теперь их телам предстоит справиться с недостатком воды. Чтобы питание важнейших органов не прекращалось, мозг совершает невероятное действие. Мозг выключает термостат и принудительно останавливает процесс потения. потовые железы высыхают. Затем нервы заставляют другие части тела всасывать воду обратно в сердце, легкие и почки. Кровь сгущается и свертывается. Вода поглощается из толстой кишки, из-за чего возможен запор. Высыхают даже глаза. Мы вместе плакали, думая о том, удастся ли нам встретить Новый год и увидеть ли маму Шеннон еще раз. Если бы в нас еще оставалась влага, то слез было бы целое море, а так их не было вообще. Я помню, что во рту все пересохло и невозможно было даже сглотнуть, потому что слюны просто не было. Язык тогда оказался кирпичом во рту. Шеннон и Мэтью уже почти истощены, однако их организмы поддерживают в них жизнь целую неделю. Все благодаря тому, что тела находят прекрасный компромисс между жаждой и необходимостью охлаждать тело. Кроме того, мозг провоцирует инстинкт выживания. Они закапываются в землю, отгораживаясь от пекла снаружи. Этого достаточно для спасения. Я увидел машину, сразу выскочил из-под земли, стал махать руками. Машина остановилась. Оказалось, что в ней были баки с дождевой водой. Это было невероятно. Я залпом выпил целый бак, вода как сквозь меня прошла, а это было очень вкусно. Прохладная, чистая дождевая вода. Просто потрясающе. Реакция нашего тела на изменение температур может означать разницу между жизнью и смертью. Другими важными рецепторами, помимо тепловых, являются те, что дают нам пассивность чувствовать боль. Боль сообщает нам, что пора остановиться. Но каждый из нас по-разному реагирует на это сообщение. Многим из нас вообще хотелось бы избавиться от боли, но как бы странно это ни звучало, боль нужна для выживания. Из всех ощущений нам меньше всего нравится боль. Однако боль жизненно важна. Ее функция самая таинственная, и эту тайну мы начинаем постигать только сейчас. Эми Рассина отправилась в поход по Калифорнийским горам Сьерра-Невада. Она оступается и теряет равновесие, а затем падает с высоты 18 метров прямо на каменную поверхность. В результате падения она ломает левую стопу и большую перцовую кость. Правое колено дробится на четыре части. Левая нога ломается в области бедра и таза. В ту же секунду нервная система Эми начинает посылать множество болевых сигналов от разорвавшейся кожи и сломанных костей. Боль нужна для того, чтобы сообщать мозгу о повреждении их тела. любая травма вызывает химические реакции в болевых точках. Они посылают электрические импульсы в нервную систему, по которой они доходят до мозга. Болевые рецепторы работают медленнее и остальных. Сигналы и сообщения о тупой пустяющей боли работают так медленно, что, получив травму, мы не сразу ощущаем ее. Эта задержка дает нам время на устранение причины боли. В отличие от других ощущений, боль обрабатывается мозгом специальным образом. Зрение, слух и осязание воспринимаются отдельными участками мозга. А боль затрагивает сразу множество точек. Причем у разных людей они не одни и те же. Боль это ощущение, которое распознается мозгом. Мозг интерпретирует травму в виде боли. Именно поэтому у разных людей разная боль. Мне нравится проводить параллель с картиной. Если на картину смотрят двое, то одному она безумно понравится, и он будет готов потратить на нее хоть 20 миллионов долларов, а другой вообще не оценит ее и не станет рассматривать. То же самое и с болью, которая имеет определенный эмоциональный компонент. Этот компонент и влияет на степень и тип испытываемой боли. Итак, мы чувствуем боль по-разному. И это зависит от того, кто мы и чем занимаемся. очнувшись, Эмми ждала сильной боли. Но в чрезвычайных ситуациях наша нервная система может выполнить удивительный трюк. Я посмотрела на свои ноги и увидела огромную рану на месте правого колена. Я не могла двигать ногами, но удивительно, боли совсем не боли. Воспринимается только повреждение, но не неудобство. При касании пылевые рецепторы начинают посылать сигналы. Однако эти сигналы направляются в мозг не сразу, а сначала проходят через позвоночник. При входе в каждый позвонок импульсы проходят сквозь отверстие, в котором в окружении желеподобного вещества находится синапс, область контакта нескольких нервов. Перескакивая через небольшой разрыв, импульс переходит от нерва к нерву, направляясь к мозгу. У этих соединений есть особенность, их можно отключить. это дает мозгу невиданные способности. Чтобы подавить боль, мозг провоцирует выработку эндорфинов. Они поступают по нервам вниз, к их окончаниям, и обволакивают синапс, прерывая связь между нервами. В результате мы не чувствуем боли. Эндорфины эффективнее даже морфина, и мозг может воспользоваться ими в любую минуту. Солдаты, раненые в бою, не сразу сообщают о ранении, потому что им не больно, хотя сразу видно, что они ранены. Когда над головами летают пули, и жизнь находится в опасности, мозг справедливо решает, что это не время для боли. мозг Эми понял, что боль не поможет ей никоим образом, поэтому он дал ей время. Прежде всего я постаралась остановить кровотечение в правом колене, которое было явно опасным. Я налила на рану антибиотик, а именно перекись водорода, и перевязала ее так сильно, как только смогла, лишь бы избежать кровопотери. рассчитывать на постороннюю помощь не приходилось. обрести надежду на спасение, Эми нужно было спуститься с горы и добраться до дороги. Но чем ниже она спускается, тем сильнее становится боль. Помню, когда я пыталась перебраться через небольшой ручей, я неловко повернула бедро, и мне стало так больно, что я подумала, все, сейчас я потеряю сознание. Но этого не произошло, ведь я понимала, если это действительно случится, я просто утону. Я ощущала боль, но она не смогла взять контроль над телом. искалеченная истекающей кровью, Эми продолжала спускаться целых два дня. Боль не так сильно беспокоила ее, благодаря эндорфинам, которые вырабатывала нервная система. Когда Эми наконец спасают, она расслабляется, выработка эндорфинов прекращается, и боль становится сильной, как никогда. Настоящую боль я почувствовала именно тогда, когда меня положили на носилки. Это были страшные муки, ужасная боль, которая поражала сознание, стирая все остальные ощущения. Я думала только о ней. Если бы Эми почувствовала боль раньше, она бы никогда не смогла добраться до своего спасения, но ее нервная система приступила боль и позволила ей спастись. После восьми операций Эми снова начала ходить. Ее случай поразителен, но не уникален. Если того потребуют обстоятельства, нервная система любого из нас сможет остановить боль. Однако тело не всегда стремится нейтрализовать боль. Иногда нервная система даже усиливает ее. Причем это может спасти вашу жизнь. Чувство боли порой единственный способ узнать о том, что наше тело не в порядке. Боль это нечто вроде центральной сигнализации. Дэвид Эдгард работает в сарае своей фермы. Он не подозревает о том, что в непосредственной близости от него оказался ядовитый коричневый паук-отшельник. паук-отшельник. Эти маленькие пауки редко нападают на человека. Но сегодня Дэвиду не повезло. Дэвид не повезло. Он даже не замечает укус. Однако через день он начинает чувствовать боль. Я проснулся, встал к кровати, надел джинсы, и тут почувствовал болезненное жжение на ноге. Я осмотрел это место, то было что-то вроде большого синяка с черной точкой посередине. И это место сильно болело. Все выходные я не мог заснуть из-за постоянного сильного жжения. Но боль была не от самого укуса. Само тело Дэвида старалась таким образом спасти его жизнь. Когда целостность кожи нарушается, как, например, при порезах или укусах, тело немедленно реагирует на это. Прежде всего начинается выработка белых кровяных клеток, которые прочищают рану. кровяных клеток, окружающая ткань набухает и задевает кончики нервов. После этого места воспаляется и начинает болеть. В данном случае боль вызвана не повреждением, но самим организмом. И это происходит не без причины. боль от воспаления это еще один метод защиты, которым пользуется наша нервная система. Это уменьшенная копия заградительной ленты, которой полицейские окружают место преступления или несчастного случая. Эта лента предупреждает водителей и дает им приблизиться. Боль от воспаления предупреждает нас о том, что об этом месте нужно как можно скорее позаботиться. Если вы не обратите внимания на это, то в нашем случае укус коричневого паука отшельника приведет к уродливой язвенной ране или даже гангрене. Нервная система Дэвида Эдгара предупредила его об опасности, заставив место укуса болезнь. Вне зависимости от того, вызвана ли боль сломанной костью или воспалением, она нужна для одной цели – защитить наше тело. Боль – это древнейший метод выживания. Без боли мы бы никогда не стали доминирующим видом. Когда вам больно, знаете, это к лучу. Невероятно, но пылевые рецепторы работают безостановочно, а мы этого не замечаем. Именно из-за этого мы меняем посадку на стуле и ворочаемся во сне. По этой же причине мы наступаем на разные части стопы во время ходьбы, едва заметные болевые импульсы постоянно заставляют тело изменять свое положение и не допускают чрезмерного напряжения на кости и кожу. Скажите, если почувствуете вибрацию. Ну как? Если честно, нет. Кэрол Сакс входит в число 21 миллиона американцев больных диабетом. При этой болезни в крови остается слишком много сахара. А здесь чувствуете? Почти нет. слишком большое количество сахара в крови приводит к повреждению нервов, в результате чего некоторые части тела теряют чувствительность. Ничего не чувствую. Если вы не видите травму и не чувствуете ее, то вы не сможете понять, как ее лечить. У вас плохая чувствительность ног. Вам нужно чаще проверяться. Любой человек с недостаточной чувствительностью в том или ином месте должен быть предельно осторожен. Самая незначительная рана может привести к заражению и обширному воспалению даже без ведома человека. Нервная система неотъемлемая часть нашего организма. без таких ощущений, как боль, тело буквально развалилось бы на части. Эта переплетенная система функционирует порой странно. Из-за нервов мы можем почувствовать ложное удушье, проснуться в холодном поту или даже раскрыть свои тайны. Вы будете говорить мне правду? Ощущения нужны нам для восприятия окружающего мира. Но при определенных обстоятельствах этот процесс работает наоборот. Нервы рассказывают миру о вас. Будь то румянец на щеках или меняющийся от волнения голос, наше тело может показать то, что мы действительно чувствуем. Многие уверяют, что нервы могут даже показать нам лжет человек или говорит правду. Обычно если человек начинает лгать, то он потеет. Все мы видели фильмы про допросы в 40-х и 50-х годах. Там у допрашиваемого были мокрые отходы брови, верхняя губа или бакенбарды. Так, облокотитесь на стол и положите руки перед собой, как если бы ныряли в воду. Я надену повязку на пояс. Джек Тримарко специалист по распознанию лжи. Его главный союзник — детектор лжи или по-научному полиграф. Детектор лжи работает по тому же принципу, что и многие другие приборы проверки физиологических показателей. Он просто показывает отклонения от физиологической нормы данного конкретного человека, например, резко меняющееся давление, увеличившийся пульс или обильное потоотделение. Вас также называют Бобби? Да. Детектор лжи знает, на что нужно обращать внимание при допросе. Вы будете говорить не только правду? Да. Любое отклонение от нормы может означать обман. наше тело может предать нас. Вы уверены, что я не хочу обмануть вас? Да. Мы можем думать, что все в порядке, но при напряжении наши нервы готовят тело к действию, как если бы нам угрожало опасность. Это реакция, которая уходит своими корнями в прошлое, когда нашим предкам нужно было часто спасать жизнь. Все начинается с выработки адреналина. Сердце начинает биться чаще, чтобы снабдить мышцы необходимым количеством крови. Тело как будто готовится к битве. Дыхание становится более глубоким, потому что мышцам нужно больше кислорода. Тело потеет и охлаждается для того, чтобы мы не перегревались при высоких нагрузках. Мозг никогда не перестанет совершать эти защитные действия, ведь они уже доведены до автоматизма. Именно поэтому детектор лжи распознает, когда человек говорит неправду. Однако некоторые пункции нервов мы все-таки можем контролировать. Это открывает перед нами возможности, которые могут привести к революции в медицине. Как здоровье, Стив? Эшли Гудман необычный стоматолог. для обезболивания он использует гипноз. Я хочу, чтобы вы представили себе картину. Сегодня он без анестезии ударит зуб, чтобы заменить коронку. Боль это ощущение, реальность это тоже ощущение. Так что мы можем изменить восприятие человеком реальности глубже и глубже. С началом сеанса гипноза доктор Гудман полностью меняет в стиле файна восприятие мира. Видите, как волна за волной с каждым вздохом к вам приходит расслабление. Вы освобождаетесь от всего, что произошло с вами за день и дышите глубоко. Вы чувствуете себя в безопасности. Вам приятно. В мозгу Стива происходит невероятная вещь. За несколько минут он перестал осознавать, что находится в кресле у стоматолога. Вашему сознанию не обязательно оставаться в этом помещении. Ваше тело остается тут, но сознание может улететь туда, куда вы хотите. Гипноз переносит Стива в ображаемую комнату, полную игрушек и интересных приспособлений. Когда начинает работать бормашина, Стив думает, что это звук от игрушек. А сейчас я хочу, чтобы вы открыли рот. Тогда вы услышите, как заработали ваши электронные игрушки. Вот, некоторые уже начали. То, что мы вам сейчас показываем, необычно. Обычно никто не делает такую операцию без обезболивания, но Стив вместо Бори чувствует нечто совершенно иное. Гипноз влияет на эмоциональный отпит мозга на дискомфорт. Активность мозга может на время изменяться, поэтому болевые импульсы воспринимаются как импульсы другого ощущения. Когда бормашина дробит эмаль, болевые рецепторы посылают импульсы по нервам. Но внутри самого мозга информация о боли трансформируется в информацию о чем-то приятном. Через 45 минут доктор Гудман выводит пациента из состояния гипноза. На счет три вы проснетесь бодрым и здоровым. Раз, два, три. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Отлично. Уже все. Сеанс гипноза был проведен успешно. Нервную систему Стива удалось обмануть. Я помню, как лег в это кресло и открыл рот, а потом помню только, что было очень приятно. Состояние было расслабленное и боли не было. Этот эффект будет продолжать действовать до тех пор, пока зуб Стива полностью не заживет. гипноза доказывает, что наш мозг может быть лучше всякой анестезии. Но наука же не отстает. И даже может научить нас управлять нервной системой так, как нам вздумается. Обычно мы не можем контролировать ощущения, которые связывают нас с окружающим миром. Но наука может изменить это утверждение. Девять лет назад Лора Тибетс упала с лошади во время съемок рекламы. Ей удалось поправиться, но плечо болит до сих пор. Я перенесла две операции и физиотерапию. Пробовала иглоукалывание и массаж. Теперь моя постоянная работа это защита от боли. А мне, как и другим, хочется заниматься своими делами и идти дальше по жизни. Лора до сих пор хочет найти способ преодоления боли, который никогда не проходит. Возможно, теперь ей удастся получить контроль над этими ощущениями. Китайские шаолинские монахи известны не только своим мастерством рукопашного боя и акробатикой, но и способностью управлять ощущениями. Это просто не больно или они не обращают внимания на боль? Готовясь к невероятным трюкам, монахи используют древнейшую форму контроля за болью — медитацию. Мы должны быть на 100% сосредоточены. Нужно обладать силой воли, чтобы пользоваться духовной энергией чьи. При медитации мы направляем эту энергию во все части тела. Медитация начинается с изменения работы тела. Сердцебиение замедляется, заставляя органам меньше крови. Мышцы расслабляются, а чем меньше напряжение, тем меньше боли. Но самое интересное происходит в мозгу. Хотя мозг продолжает работать, его эмоциональная реакция на боль уменьшается после медитации. Это все равно, что уменьшит громкость звука, поэтому болевые ощущения испытываются монахами не в полной мере. Вот так монахи переносят то, что для многих начало бы невероятную боль. Современные технологии могут помочь Лори достигнуть похожих результатов. Она преодолеет боль с помощью мыслей. Сканер магнитного резонанса показывает, как ощущения отображаются на поверхности мозга. Так как боль воспринимается сразу множеством точек в мозгу, ее очень трудно найти. Однако боль создает сильные эмоции, по которым можно проследить ее развитие. На этих изображениях показана не боль, важно это понимать. Когда мы с помощью того же метода изучаем любовь, страх или ненависть, то такие же изображения показывают не сами ощущения, а те области мозга, которые их провоцируют. Возможно, наблюдая за активностью мозга в этих точках, мы можем найти способ контролировать боль. Лора видит работу собственного мозга в реальном времени, когда сканер фиксирует эмоциональную реакцию мозга на боль. Мы можем сконцентрироваться на одной области мозга и регистрировать уровень ее активности, одновременно показывая эту картинку самому пациенту. Это примерно то же самое, что и приборная панель в кабине самолета, которой пользуется летчик для управления. Активность мозга отследить непросто, поэтому она отображается в виде непрекращающихся вспышек. Чем больше вспышка, тем больше активность в этой точке. Лора должна уменьшить эти вспышки силой духа. Так, Лора, мы сейчас будем показывать тебе снижение твоего мозга, а ты должна будешь сосредоточиться на снижении боли. Так же, как вы в спортзале упражняете мышцы по отдельности, Лора использует эти вспышки, чтобы сконцентрироваться на одной области мозга. Чтобы изгнать оттуда боль, Лора выработала оригинальные упражнения. Чтобы уменьшить боль, я начинаю думать о том, что ее нет, и направляю эту мозг в болевую часть тела. Таким образом я избавляюсь от нее. Или представляю себе маленьких человечков, которые заходят в мой мозг, выкапывают боль и уносят ее с собой. Результаты были невероятными. Все, кто пользовался этим методом, говорили, что боль уменьшилась вдвое. Почти такой же эффект дает болеутоляющее. Мы можем научиться контролировать определенную область мозга, если постоянно тренироваться. Самое важное в том, что мы наконец-то опытным путем показали, что возможно научиться самому воздействовать на свой мозг, контролируя боль. И это влечет за собой существенное изменение поведения. Однажды этот метод возможно будет применяться для лечения депрессии или разного рода зависимости. В случае успеха мы сможем контролировать свои ощущения не хуже шаолиньских монахов. В общем и целом тело человека состоит из огромного количества нервов. По ним проходят ощущения, которые держат наш организм в гармонии. Благодаря им мы чувствуем наслаждение и боль и можем в мгновение ока приготовиться к тому, чтобы защищаться. Мы еще не закончили изучение всего потенциала наших ощущений. Чем дальше мы отодвинем грани возможного, тем сильнее станет наш собственный супергерой тело. Режиссеры Дэн Клифтон и Марк Редис. Продюсер Тим Гудчайлд. Композитор Пер Килборг. Операторы Майк Робинсон и Питер Тайлор. Редактор субтитров Корректор А.